Будущее Казахстана без наркотиков, потому что на сегодня это самая актуальная, серьезная проблема, которая возникла в Западно-Казахстанской области. Завтра вы же все молодые, вы же будущие мамы, папы. Это небезопасно. Мы должны сами обеспечить безопасность своим детям, своим внукам, их будущим, для того, чтобы мы спокойно здесь могли по нашему городу передвигаться, чтобы никто не мог нам угрожать, чтобы никто нас не мог там, скажем, запугать. Вы сами должны, вы молодежь, ваше будущее в ваших руках. Если сегодня мы не задумаемся, что происходит сегодня у нас, а сегодня у нас именно в Уральске, именно в нашей области это происходит. Подсадили всех на эти синтетические наркотики нехорошие. Вот, и все прекрасно вы знаете, потому что все это в соцсетях, все это есть. И вы не должны молчать. Никто не должен молчать, общество не должно молчать. Аслан, расскажите, как они распространяются, эти наркотики? Действительно, есть адреса, куда, ну, мне направляют, скажем так, в личные сообщения о том, что там в таких-то адресах продают этот самый злосчастный тормодол синтетический. Он содержит, так понимаете сами, героин. Поэтому он считается не просто синтетический, он опасный наркотик. Точно я вам сейчас не могу сказать конкретно, какие адреса, где что, потому что все-таки я дал подписку, а не разглашение, потому что идут следственные действия, понимаете? Я так понял, эти лекарства в аптеках по рецептам продают, да? В аптеках они должны продаваться строго по рецептам, строго. Без рецепта продавать их никак нельзя. Но почему-то у нас умудряются, так сказать, аптекари, да, недобросовестные, вопреки закона, обойти его и продавать вот той же молодежи, которая здесь присутствует. И незаконные совершают вот эти противоправные действия в отношении того или иного лица или в отношении, я считаю, вообще целого государства. Сегодня под угрозой, получается, наше общество, наше государство под угрозой. Если мы сегодня не скажем «стоп» наркотикам, то, я думаю, дальше будет поздно. А насколько эта проблема сейчас актуальна вот с тромодолом и с другими синтетическими наркотиками? Почему сейчас она вот возникла, эта проблема, именно сейчас? К вам обращаются, вы конкретно этим делом занимаетесь, с людьми общаетесь. Почему вот такая потребность возникла, и что вот вы сейчас проводите вот здесь вот такую акцию? Ну, проблема, наверное, эта давно уже существовала. Просто на эту проблему не смотрели так, как все-таки решил я ее все-таки озвучить и прийти к этому очень серьезно. Потому что, я еще раз повторюсь, здесь настигла угроза национальной безопасности. Обществу, нашему государству. Поэтому я решил эту проблему поднять на таком резонансном уровне. И я вам скажу больше, поддерживает весь Казахстан. Вся наша республика поддерживает этот флешмоб, поддерживает ту проблему, о которой мы говорим и о которой мы стараемся донести до общества. Те же аптекари, скажем, продают молодежим, да, незаконно эти наркотические средства. Пожалуйста, обращайтесь все на 102, звоните в полицию, обращайтесь, полиция будет разбираться с этим вопросом. Я так понял, из социальных сетей есть сопротивление вашей деятельности. И вот были угрозы в ваш адрес, да? Ну, вообще было такое, что лично мне писали в личку, угрожали мне о том, что я поднимаю эти темы. О том, что на сегодня общество действительно не спит, общество проснулось. Потому что действительно надвисла угроза, я еще раз говорю, национальной безопасности. Угроза откуда шла? Со стороны некого гражданина, ввиду того, что идут тайны следствия, я еще раз говорю, я не могу разглашать сейчас его фамилии и имени. Но он относится к этому бизнесу? Он относится напрямую к этой теме, он напрямую относится к этому бизнесу, так как он, получается, распространяет это синтетическое вещество по всей области на сегодня. На мой личный прием недавно обратился гражданский активист о фактах реализации свободного доступа к травмодолу и непринятия управления органами мер по ее пресечению. Данная проблема вызвала общественный резонанс в средствах массовой информации в социальных сетях. Жители города, сложившиеся в ситуации, связываясь с неэффективностью принимаемых мер, люди в комментариях даже указывают места. Не правомерная реализация данного продукта. Считаю, что проводимое данное направление, фотофилактическая работа является, наверное, несколько недостаточной, а ее подходы нуждаются в пересмотре, в том числе в повышении эффективности оперативных и иных мероприятий. В полицию мы уже, в прокуратуру области полиции уже направили соответствующие поручения. Думаю, руководство департамента полиции, взаимодействие с местным исполнительным органом, данный вопрос нужно взять на контроль, отработать эти факты. Есть уже благоприятные, так сказать, позывы со стороны сотрудников полиции о том, что многие точки эти накрыли. Я так понял, вы обратили внимание властей именно к этому человеку, который именно этим занимался, да, и власти приняли меры. Да, на сегодня так получается, что я был вынужден обратиться в ДВД сотрудника полиции, написав заявление по данному факту и по распространению, и по угрозе. Вот он, этот Коля Карпов, вот его машина. Вызвали его по моему заявлению в ДВД. Пускай отвечает за свои действия, за свои слова. Я надеюсь, что справедливость восторжествует. Никуда он не денется от нас и от закона. Жизни, так сказать, и прокуратуру. И действительно, они на сегодня этот вопрос подняли, начали разбираться. Общественный деятель Аслан Утепов активно борется с незаконной продажей опиидного препарата «Трамадол». Из-за этого он стал получать звонки с угрозами. Позже в социальных сетях стали распространяться видео, на которых, предположительно, житель города, назвавший себя королем Трамадола, вел себя непристойно и открыто угрожал общественному активисту. Аслан, позвучается тебе! Много наркоманов. Это влияет на все экономические проблемы, на проблемы с мыслью плюстили. И с этим нужно бороться, чтобы развить наше государство, чтобы наша молодежь, наконец, одумалась и сделала правильные шаги в будущее. Давайте лучше заниматься спортом. Вы согласны, молодежь? Да! Вот, молодцы. Лучше будем заниматься спортом. Будем искоренять эту чуму 21 века. Будем наказывать тех людей, которые травят наших детей, травят подростков. На сегодня есть факт, что даже подростки в 14-13 лет употребляют эту дрянь. Их подсадили на эту дрянь. И если постоянно ее употреблять, человек становится зависимым. Вы поймите это, молодежь. Незаметно, но зависимым. Сегодня по статистике в мире у нас проживает 7 миллиардов, 600 миллионов примерно граждан. Из них употребляет данное синтетическое наркотическое вещество 1 треть населения. 1 треть населения. Вы представляете, в каком масштабе? Это надо задуматься. Об этом все должны задуматься. И об этом все должны кричать и говорить. Ну, я считаю, что в Уральске слишком много стало этого. Идешь по улице. Дрянь этой, да. На каждом метре, куда ни посмотри, везде валяется. Абсолютно везде. Так что, я не знаю, это может быть как-то сильно повлияет. Но если это повлияет на то, чтобы это прекратить, это будет очень здорово. Потому что давно пора это как-то пролежать. Ну, нет никаких сил. Ни у кого никаких управ нет. Потому что, сугубо мое мнение, я так считаю, просто так бы это никто не смог бы распространять. Значит, если это распространяется, значит, есть кому это пребывать. Я считаю так. Жалко не взрослых. Совсем маленькие дети к этому идут. Ну, об этом мы и говорим. Совсем маленькие дети, школьники. Что подростки, да. Просто они с малых лет это начинают, а в дальнейшем пока может быть ухудрят. Если начинается с одного, потом будет тяжело, еще, еще, еще. И, соответственно, ничему хорошему это не приводит. Мы про это и говорим. Чтобы это все прекратилось, надо всем принимать свое активное участие в борьбе с этой нечистью. Больше никак это не назовешь. Мы, да, уведомления подали. Уведомительный характер был обычный. Просим вас дать нам разрешение провести акцию флешмоба на тему Казахстан, будущее Казахстана без наркотиков. И на сегодня пришли здесь и студенты, и обычные граждане подошли, чтобы поддержать эту акцию. Ну, Акимат согласовал, я так понял. Акимат согласовали, да. Внутренние политики согласовали, дали нам разрешение. А также ДВД полиции дали разрешение и прокуратуру области. Как это общественная организация называется? Общественное объединение народ против коррупции, защита конституционных прав граждан и предпринимателей малого и среднего бизнеса. Вы ее руководитель, да? Я ее председателем являюсь. Эти синтетические наркотики, которые, они так распространены, так сказать, не то, что по нашей республике, они во всем мире распространены. Этот ромодол, который содержит опиат, героин, он на сегодня употребляется масштабно и употребляется именно среди подростков. Потому что есть факты, факты имеют место быть от 12 до 15 лет. Есть факты, имеют место быть, что даже было, что один молодой человек в возрасте 14 лет скончался перед дозировкой. То есть молодежь, дети не понимают, что это очень опасный синтетический наркотик. Как прошла акция? То, что вы планировали, состоялось? Ну, честно вам скажу, не состоялось. Почему? Она состоялась, ну, так сказать, образно, но не в том масштабе, который мы хотели видеть. В том масштабе, что люди действительно неравнодушны к этой ситуации. В том масштабе, что эти граждане, эти люди должны были все-таки прийти, все прийти, любого возраста, прийти и сказать свое мнение, выступить здесь. Я не знаю, почему у нас люди, народ настолько стал трусливый, как шакал. Я никак его не назову. Сидят, только пишут в комментариях всякую ерунду. Ну, выйдьте, по сути, ну скажите. Это же разрешенные флешмоб акции, ее дали местные исполнители власти. Ну, фактически в последний момент они дали, пока я все кабинеты большие не прошел, чтобы получить это разрешение. Для чего это все это делать? Для чего это мы стараемся? Для них же и стараемся, понимаете? Я же и для себя, и для них стараемся. Я бы так же мог, как они, лежать на диване и критиковать кого-то там. Но прежде чем кого-то их критиковать, вы сами что-то сделаете, вы увидите, что-то сделаете. Почему должен один у тех выходить там, да, или там еще кто-то, и говорить об этом и кричать на всю республику. Подставляя тем самым себя, свою семью, подставляя. Что постоянно потом начинается сыпаться угрозы со всяких сторон. То деструктивные лица, то этот непонятный гражданин, который распространяет эти синтетические наркотики в нашей области. В области распространяет. Конечно, не без ведома, я так думаю, бывших, может, сотрудников, там, да, УПН или еще кто-то. Конечно, не без, как говорится, не без разрешения еще каких-то там лиц, которые там прикрывают его. Кто-то же его прикрывает. Не может быть просто как-то. И даже пишут точки сбыта наркотических средств. Эти точки сбыта у нас в основном не в аптеках происходят. Они их сбывают именно с жилого, скажем, какого-то дома или с жилой квартиры. В основном это первые этажи. И есть адреса на сегодня в районе 17 адресов, где уже есть по факту адреса, где именно распространяются эти наркотические синтетические вещества. А как подтверждается? Есть видео? Есть видеоматериалы, есть аудиозаписи, есть конкретная переписка и конкретный человек пишет конкретный адрес. После этого, как это все началось, возникло у нашего общественного объединения, так как мы защищаем конституционные права гражданина, любого гражданина, возникла эта идея поднять эту проблему на такой резонансный уровень, пригласить прессу, пригласить представителей прессы, блогеров наших, о том, чтобы они говорили об этом, о том, чтобы они кричали об этом, и чтобы, скажем, все об этом знали, и не просто знали, а конкретно принимали какие-то свои действия и свое участие. Аслан, непосредственно к вам обращались потерпевшие, родители детей, которые вовлеклись в эту ситуацию именно за помощью? Напрямую не было, чтобы люди обращались, прям напрямую, прям приходили, чтобы ко мне, или что-то это, но были такие прецеденты и посылки, когда люди писали, вот у меня братишка подсел. В интернете, да? Да, ну лично прям пишут в инстаграме, как он называется, лично это сообщение отправляет мне, вот у меня подсел братишка, вот у меня подсел с сестрем. Все-таки были обращения? Были обращения, много, и были люди даже, которые приходили даже ко мне домой, приходили, мы встречались во дворе, говорили об этой проблеме, говорили о том, что там друг подсел, мы друга держим, чтобы он дальше не ушел, мы всячески стараемся помочь и так далее. То есть такие предпосылки, такие вопросы и проблемы, они существуют. Как с этим бороться? Я думаю, с этим бороться можно, но чтобы с этим бороться, скорее всего, это должны делать, наверное, не только мы, граждане. Об этом должен задумываться комитет национальной безопасности. Так как это угроза национальной безопасности. Должны думать об этом, наш генерал должен думать, Аблазим Махсултан Мурманович, об этом должна думать прокуратура, генеральная прокуратура, об этом должно думать уже правительство, и об этом уже должен говорить президент, говорить об этой проблеме. Также на сегодня нами было написано жалобу в комитет национальной безопасности руководству в Остану. А также было написано обращение президенту от нашего общественного объединения, от всех жителей города Уральска, о том, чтобы клеминизировали эту административную статью на уголовную. И четко мы там свои ведения все эти расписали. И это письмо президенту обращения нашего от народа, оно уже дошло. Вы говорили, что вы обращались в прокуратуру, в полицию, вы были на каких-то встречах. О чем речь и вообще, что сейчас говорят в Славы? Я официально обращался и с заявлением в ДВД, и меня приглашали по данному факту, чтобы я дал свои комментарии по данному факту, а также в прокуратуре области. Мы встречались непосредственно с прокурором области. Я им доводил, довел эту проблему в письменной форме, в устной форме, и по данному факту конкретно какую-то предоставил им доказательную базу. То есть сеть мою мониторит. По-любому сеть мою они все мониторят, все смотрят. Инстаграм смотрит, что люди пишут, какие комментарии пишут, где адреса какие расположены. То есть они об этой проблеме, они знают. Я думаю, зная об этой проблеме и ничего не делая, вот это проблема. Сейчас есть реакция какая-то? Уже реакция пошла. Уже реакция пошла. И, так сказать, согласно статье 201 УПК, об неразглашении, я в некоторых моментах, например, не могу разглашать. Так идет тайное следствие. Сами понимаете, я не могу. То есть есть расследования какие-то? Ну, идут расследования, идут конкретно какие-то предпосылки, уголовное дело. Возбуждено было на сегодня по статье 209 и по статье 115. Это касательно человека, который вам угрожал? Это касательно этого гражданина, который действительно писал мне в личку, угрожал. То есть лично со своего аккаунта он писал. И могу заверить смело и официально, я не боюсь его, не боюсь, ни тех людей, которые его покрывают, которые... Я уверен даже, что эти люди в органах, до сих пор работают в органах. Поэтому этим должен заниматься непосредственно и министр МВД, и непосредственно сам президент взять по свой личный контроль. Субтитры создавал DimaTorzok